Всем привет! Продолжаем серию видео о моих домашних помощниках. И давайте сегодня поговорим с вами о замечательном предмете, который помогает мне в мытье окон, стекол и зеркал. Это вот такой замечательный стеклоочиститель от Керхер. Давайте для начала посмотрим комплектацию. В комплект входит сам базовый прибор, зарядное устройство для него, баллон распылителя и необходимые детали вместе с щеточкой. Концентрированная жидкость для мытья окон. И инструкция на всех языках, в том числе на русском. Первым делом мы собираем баллон распылителя, используя все прилагаемые к этому детали. И в баллон наливаем жидкость концентрированную, разводим ее в 250 мл воды. Вот этого маленького флакончика хватит на такой объем распылителя. Вот что у нас с вами должно получиться. Отдельно можно приобрести дополнительную насадку с вот такой удобной длинной ручкой. К сожалению, эта насадка не входит в комплект в базовый. И теперь мы с вами посмотрим этот прибор в действии. И обычно я его использую на зеркалах в ванной, потому что вода всегда оставляет разводы и капли. Мы просто разбрызгиваем из распылителя жидкость и моем. И дальше мы используем сам прибор, включаем его. И у нас с вами получается идеально чистое и блестящее зеркало. И теперь то же самое с окном. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У нас остается идеально. Чистая и сухая поверхность. И вся излишняя вода собирается вот в этом резервуаре. А теперь давайте разберемся с насадкой, которая не входит в комплект и которая имеет длинную ручку. Как ее будем использовать? Для этого мы снимаем саму стяжку с базового прибора. И одеваем вместо нее ту насадку, которая идет к насадке-удлинителю. Как видите, разницы особой нет, за исключением вот этого отверстия под палку-удлинитель. Насобираем наш удлинитель. Увлажняем чистящую губку. И моем окно. И дальше меняем эту насадку. Крепим сам прибор на длинную ручку. Включаем. Используя насадку с длинной ручкой, мы можем помыть окна также с внешней стороны. Но за счет того, что палка мигнется, и поворотный механизм только в одной плоскости, уголки вымыть очень сложно снаружи. И придется зачищать все вручную. Мы посмотрели вместе с вами прибор в действии. От себя могу сказать, что мыть с его помощью стекла и зеркала мне нравится. Он имеет очень качественную резинку на стяжке. Очень хорошо собирается вся лишняя жидкость и грязь со стекла. И все это не течет по подоконнику, не стекает на пол, а собирается вот в этот резервуар. Дальше все это разбирается, и грязную воду мы можем вылить, и резервуар сам помыть. Это неоспоримый плюс. Единственное, когда вы выбираете сам припор в магазине, обращайте внимание на то, чтобы резинка была идеально ровной и гладкой, чтобы не было никаких зацепок, никаких здесь нарушений, потому что в противном случае стягиваться будет стекло некачественно. Используя пульверизатор и вот эту мягкую насадку, мы с вами можем прекрасно очистить любую поверхность. Причем не всегда обязательно использовать ту жидкость, которая находится в комплекте. Бегать ее искать. То есть, как только она закончится, вы можете использовать в качестве стеклоочистителя любую жидкость, которая вам нравится. И несколько слов я хотела бы сказать про тот удлинитель, который не входит в комплект, который можно приобрести отдельно. Рассмотрим с вами сейчас вот эту палку. Чем она мне нравится? Во-первых, не используя никаких лесенок, дополнительных табуреток и всего такого прочего, на что нужно залазить для того, чтобы помыть окно, большое зеркало на шкафу, мы можем использовать вот эту палку-удлинитель и просто-напросто с пола достать до самых труднодоступных участков. Единственный минус все-таки этой насадки я могу вам озвучить, это то, что эта палочка вращается только в одной плоскости. Было бы очень хорошо, если бы производитель еще предусмотрел поворотный механизм в другой плоскости, для того, чтобы удобно было залазить во все уголки. Особенно это необходимо для того, чтобы помыть окно с наружной стороны. Наверное, с примера вы видели, что не совсем удобно промывать уголки и приходится, чтобы сделать стекло более чистым, дополнительно вручную все чистить. Но в то же время, благодаря вот этому удлинителю, у нас появляется дополнительная стяжка для нашего прибора. И в заключении видео хочу сказать, что если мы имеем в своей квартире 2-3 окна, которые моем 2 раза в год, то цена прибора может показаться высоковатой и нет необходимости, возможно, покупать его. Но в нашем доме окон гораздо больше, плюс с его помощью, вы видели, я мою зеркала в ванных комнатах, в комнатах на шкафах. Поэтому прибор себя окупает и является моим незаменимым домашним помощником. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...